Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Особая папка» и вместе со мной в нашей телевизорской студии наш компетентный собеседник Яков Кедми. Яков, добрый день, рад приветствовать. Добрый день. Тема, может быть, не самая горящая, но, мне кажется, достаточно важная и интересная. 1 февраля исполнилось 90-летие дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Он вглавлял страну с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. И, в общем-то, стало избитым штампом. Много публикаций на этот счет есть, что Ельцин один из самых противоречивых и неоднозначных политиков в новой российской истории. Это то практически везде, где я читал, одно и то же пишут. Но мне попался на глаза совершенно случайно опрос общественного мнения, который проводили в 2017 году Левада-центр. И они задавали вопрос, проводили социологические исследования, когда жизнь в России была лучше. Так вот, при ком имеется в виду. Ельцин по этому опросу получил 1%, Горбачев 2%, Сталин 6%, Брежнев 29%, Путин 32%, еще 24% затруднились с ответом. Скажите, пожалуйста, можно ли, исходя из такого рода опроса, сделать вывод о том, насколько однозначно или неоднозначно россияне относятся к правлению Ельцина? Как россияне, как Россия относится к проблеме Ельцина, можно судить вот по тем заголовкам, которые были. Вдруг всех один заголовок, больше ни у кого фантазии не хватило. Противоречивая фигура. А в чем противоречивая? Вообще, в России продолжается эта позорная, гиблая тактика не изучать свою историю, не говорить людям правду, не пытаться углубиться и понять, а что это было, а почему, а зачем, какие цели, какие результаты. Не о истории 1917 года, не о периоде Сталинского, не о периоде Хрущева, не о периоде Ельцина тоже отметили. Страна отметила период. А что он сделал? Почему они не сказали? Почему не отметили? Вот отмечают юбилей кого угодно. Вот он сделал то-то или сделал то-то. Плохо или хорошо, но он что-то сделал. Что они стесняются? Это очень вредная вещь, за которую Россия платит сегодня за все ошибки в том, что забывают историю, замазывают историю, извращают историю. И сегодняшнее, вот это празднование юбилея Ельцина, это тоже было извращение истории. Причем всеми, что ни у кого не хватает совести или элементарной интеллектуальной честности. Я посмотрел там, какие люди пришли, положили ему цветы на могилу, там собирались, когда его супруга была, как президент положил. Но никто ничего не сказал. И я не наткнулся нигде, никакой попытки, даже серьезно. Ну, хорошо, вы отмечаете 90 лет. Ну, дайте какую-нибудь маленькую аннотацию. А что это было? И правду даже не сказали. И замазали правду. Ельцин известен тем, что он был первым президентом России. Больше он ничем не известен. И основное, что сделал Ельцин, Ельцин разрушил Советский Союз, не Горбачев. Три государственных преступника, тайно собравшиеся со своими сообщниками, провели государственный переворот вопреки законам государства. Теперь не важно, потом можно говорить, это хорошо было и плохо. Но они были государственными преступниками. И во главе этой группы стоял Ельцин. Если кто-то сегодня говорит о том, почему Советский Союз перестал существовать, как он перестал, было много причин, было много участников, как в любом преступлении. Но убийца, который нажал на курок, это был Ельцин. Он сделал контрольный выстрел в Советской Союзе, разрушив это государство, уничтожив его. Хотя к этому были и другие причины. И кто-то ему вложил оружие, и кто-то ему давал патроны, и кто-то создавал атмосферу, и кто-то не принял никаких действий, чтобы предотвратить это. Но скажите же правду вашему народу, хотя бы вашему народу, Ельцин был тем, кто угробил Советский Союз, ликвидировал с его подачи, после его действия в Беловежской пуще перестал существовать Советский Союз. Об этом никто не говорит. Он, оказывается, был, все, что было в его карьере, в его жизни, это то, что он был первым президентом. Ну, а другие вещи, как оценить Ельцин, это был, я думаю, уникальный случай в истории, вообще в мировой истории, когда руководитель государства методично, целенаправленно уничтожал свое государство, во главе которого он стоял. Тот упадок, в который пришла Россия, в период власти Ельцина, не был со времен Великой Смуты. Ну и тогда это не было целью власти уничтожить государство. Они думали о себе, они продавались, они продавались, так же, как Ельцин продавали свою страну кому-то, в том случае поляка. Но уничтожать, уничтожать экономику, уничтожать все государственные структуры, довести страну до полного обнищания духовного, физического, государственного, этого не делал никто до него. Это он поставил эту политику. Ельцин, это, так же, как и Горбачев, но еще в большей степени, Горбачев создал условия, которыми воспользовался Ельцин. Циничен, человек предельно циничный, абсолютно беспринципный. Надо посмотреть, с какой уверенностью, какой гордостью он выступает на дне рождения Ленина. И то же самое, он выступает с таким же точным выражением лица и с таким же пафосом в американском конгрессе. Говорят, что идол коммунизма умер, больше его нет. С гордостью. Человек, вот я там видел несколько людей, которые называют себя демократами. Много говорил о России, вот Ельцин принес в Россию демократию. Странные понятия у них о демократии. При Ельцине была принята под него, олигархами, самая недемократичная конституция в мире, которая давала ему права, которые не были, больше, чем права были у императора России самодержца. Больше, чем президенту любой республики в Европе, даже во Франции, в годы, когда наиболее была консервативная конституция, которая давала все права президенту, не было такой конституции, как была у Ельцин. Этот великий демократ сделал то, что вряд ли известно в современной истории. Он расстрелял парламент. В 1991 году он возглавил государственный переворот, который разрушил государство. В 1993 году он опять сделал переворот. Он нарушил конституцию. Он разогнал конституционный суд. Он расстрелял парламент. Пользуясь только грубой силой и оправданием, которым все аплодировали. Ну, он же борется с этим идолом коммунизма. Там все. Там же законы не должны быть. Там же права не могут быть. Там конституция не должна действовать. Он же объявил своих политических противников вне закона, потому что он не поступил с ними по закону, а наоборот. Он нарушил закон, чтобы с ними расправиться. Где, в каком нормальном государстве такое происходит? Он довел страну до того, что Россия превратилась в самую коррумпированную страну в мире. Не было живого места, где бы не было коррупции. Сверху донесу полностью. Я помню, я встретился там, разговаривал с одним генералом СВА. Я спросил, как вы насчет коррупции? Он говорит, мы еще держимся. В ФСБ уже проникли, но мы еще держимся. И не знаю, сколько продержимся. Это была одна из немногих структур, которая держалась. Все остальное. Бандиты правили государством. Правила олигархия бандитская. Где преступники, олигархи, часть из них бывшие преступники, и власть. Это все было единое. И трудно было найти, где разница. Кто кем кому пользуется. Когда я помню, это же моя Москва. И в ужасе был, когда на Калининском проспекте каждые несколько сот метров стояли патрули из Калашной. Потому что небезопасно было идти. Он довел страну до ужаса гражданской войны. Когда были 2 миллиона беспризорных детей по всей Российской империи. Но это было в результате войны. Он без войны довел страну до того, чтобы были сотни тысяч, если не больше, беспризорных детей в конце 20 века. Это страна, в которой у детей было все. И об этом тоже молчал. Я уже не говорю о его поведении. Хам, жлоб, алкоголик. Напиваться, как свинья во время визитов за границу. Напился до поросящего визга, что он не мог выбраться из самолета, когда его там ждал премьер-министр Исламин. Пьяный, шатающий, справляет свою нужду возле самолета, не обращая внимания ни на кого. Только одно его спасало. Вот все, которые его поддерживали, закрывали на эти глаза. И сегодня все, что угодно делали. Вот за то, что ты разрушаешь Россию. За то, что ты продаешь все, что там есть. Отдаешь даром. Кому угодно. За это тебе спасибо. И мы тебе прощаем все. И молчат, и ничего не упоминают. А кто ходил и говорил, называйте меня царь? Это Ельцин был. Сейчас они все испражняются. Путин царь. Кто сказал, я царь, так ко мне обращайтесь. Это был Ельцин в пьяном угаре. Рассказывая о своей челленде, о своей свите. Вот все эти товарищи, которые сегодня говорят об уважении к женщинам. Перед телевизором он ходил, лапал своих секретарь по телевизору, когда этот разлил на весь мир и смеялся, как Боров. И это все нормально. И это президент, этот человек, который стоит во главе страны. Который уничтожил все, что было. Все, что хорошее было создано. Со всеми проблемами. Все, что Россия накопила. Все, что было создано. Все было при нем уничтожено. Страна стояла на краю гибели. Именно за это ему было спасибо от всего мира. Именно за это его поддерживали. И вот сейчас все те, которые говорят, отмечают его заслуги. И отделываются этим циничным, инфантильным определением. Он был противоречивой ориентурой. Где, когда, в какой стране был такой? Был один такой. Каллигула. Каллигула был такой. Но Каллигула, по многим свидетельствам, он был психически ненормальный. А это был нормальный. И это показывает то, что он пришел к власти. И то, что Горбачев пришел к власти. Почему рухнул Советский Союз? До чего деградировала коммунистическая партия? От тех людей, которые создавали Советский Союз. И до этих, абсолютно беспринципных. Не имеющих ни чести, ни совести. Такого не было. И вот если такие люди могли стать во главе партии. И партия очень быстро деградировалась. С 1953 года. Очень быстро. И докатилась до таких, как Горбачев, а потом Ельц. Которые от нее же, понятно, отреклись. У них не было ни чести, ни совести. Ничего. Рома, в отличие от Горбачева, у Ельцина, было только личной амбицией и жлобством. Я помню, как вся российская интеллигенция московская учились играть в теннис. Потому что этот Боров любит теннис. И поэтому надо играть в теннис. Чтобы был с ним общий язык. Теннис и сауна. Парная. С водкой. Вот и все. Яш. Начал войну 1 января 1995 года. Кто дал приказ начать войну? Паша Мерседес дал приказ. Этот упал, отжался. Или президент, верховный главнокомандующий. Кто послал солдат, мальчишек, необученных на смерть? Кто привел к этому позору, к этому убийству, к этому промахлителю? Ельцина. И он. И сколько крови, и сколько усилий стоило погасить этот пожар. В который он и его челядь подливало бензин. Березовский со своими аферами и сделками. Зарабатывая. Я видел это. Я знаю это изнутри. Как зарабатывали на пленных. Как торговали людьми. Это вот и были. Все эти правдолюбцы, которые кричат о правах человека. О будущем России. О демократии. О либерализме. Я хочу напомнить не вам, конечно, а нашим телезрителям. В большей степени, опять же, мне попалось, когда готовился к программе, текст присяги, который читал Ельцин 10 июля 1991 года. Великая Россия поднимается с колен. Мы обязательно превратим ее в процветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство. С тех пор прошло 30 лет. Насколько слова его клятвы соответствуют тому, в каком состоянии он оставил Россию и в каком она сегодня состоянии. Еще один момент. Почитатели Ельцина утверждают, постоянно попадалось мне на глаза, что Ельцин принял Россию с пустыми прилавками, а оставил с прилавками, полными еды, как в западных магазинах. Ельцин не принял Россию с пустыми прилавками. Он принял Россию с пустой властью, безвластную Россию и подобрал ее. Он принял государство, которое было в серьезном экономическом положении. Не объективно, а субъективно. Из-за глупости в управлении этим государством, особенно с начала называемой перестройки Горбачева, который каждый ее шаг разрушал это государство и ее экономику. И бил по людям. Но это другой вопрос. Он оставил государство с уничтоженной промышленностью, с разбитой экономикой, с отсутствием сельского хозяйства, с разрушенной армией, Министерства обороны, с уничтоженным сельским хозяйством. Он оставил государство, в котором основную роль играли бандиты и спекулянты. И это они решили, что... А зачем Россия должна что-то производить? Лучше купить, а мы на этом заработаем. То есть именно продажей России и закаблением ее. И он обеспечил не он, а вся эта олигархия, которая уничтожала все, что можно было сделать в России, чтобы привезти и заработать, и продать за бешеные цены. Это да. Это они считают... Это они считают достижением. Как герой и нынешний Чубайс. А зачем нужна России авиационная промышленность? Мы можем купить у американцев! Как сказал один американский сенатор, он говорит, слушайте, а зачем вам нужна военная промышленность? Мы вам продадим все, что вам надо для вашей обороны. И начали продавать-то! Какие предприятия в последнюю минуту спасли от этого? В последнюю секунду продавали же все. И это они считают достижением. Ножки Буша. Посмотрите, сегодня. Это сельское хозяйство России. Это та же Россия. Только и подняли из развали. Это сегодня российское мясо продает, покупают в Европе. Это сегодня Россия производит зерновых больше, чем любая страна в мире, и продает больше, чем любая страна в мире. Президент России, нынешний, он сказал, ущерб, нанесенный России в 90-е годы, сравним с ущербом, который Россия потерпела во время Отечественной войны. А кто это сделал? Сказал А, скажи Б. А это сделал первый президент России, Ельцин. Он разрушил страну так же, как она была разрушена во время Великой Отечественной войны. Которые же те же самые, которые его сейчас прославляют, над ней измываются, похабят ее, и похабят тех, кто воевал. И кто отмечает, то какой ценой и какими усилиями страну спасли. А вот тот, который повторил это, вот для них он герой. Ну, так же, как Власов. Так же, как Бендера. Я же последний вопрос. В одном из либеральных изданий, мне попалась цитата, Ельцин дал политическую крышу реформам, без которых в стране наступили бы голод и гражданская война. Хочу вас спросить, слово крыша в данном тексте, это оговорка по Фрейду? Он действительно дал крышу. Он многим давал крышу. И под его крышей крышевали, он крышевал всех этих бандитов, всех этих воров, всех этих преступников. Часть из которых еще живут с деньгами, наворованными тогда. Часть из его, да, это благословение. Такой был первый президент России. Спасибо, спасибо огромное за этот откровенный разговор, откровенное мнение. Об этом практически никто сегодня не говорит. Постараются даже говорить, что вы вспомнили Чубайса. Чубайса сегодня представляют как спасителя коммунистической партии России, потому что Ельцин якобы хотел ее распустить, а Чубайс не дал. Чубайс сказал, что мы уничтожаем коммунистическое государство, уничтожали ее промышленность. Ельцин хотел, но не смог. В 93-м году, когда штурмовали Белый дом, командир группы Альфа какой приказ получил? Чтобы ни Рудской, ни Хазбулатов не остались в живых. Ликвидировать как можно больше. Он нарушил приказ, приказ Верховного Главного Владимира, этого либерала, президента. И он провел операцию так, чтобы остаться в живых. Он сказал своим ребятам, чтобы все остались живы. И он их спас. А я спросил Крючкова, в 91-м году во время Пути, вы же вывели спецназ, стоял на улицах Москвы. Почему не применили силу? Он говорит, мы не хотели проливать кровь. Мы не хотели проливать кровь. И вот эта разница. Этот председатель страшного КГБ, этот страшный совет, который хотел убрать Горбачева, якобы, это другая история. Крючков не хотел проливать кровь. И Язов не хотел проливать кровь. А вот этот либерал пролил кровь, залил страну кровью. Отдал приказ убивать. Но он делал великое дело. Действительно, великое для тех, кто его почитает, особенно на Западе. Разрушение и уничтожение государства российского. Спасибо, спасибо, Яш. Спасибо. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы и внимательно смотрите за историей той страны, в которой вы живете. Старайтесь делать оценки и выводы. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова